Одна из задач, которую ставит перед собой глава района, это сделать жизнь людей комфортнее не только в городе, но и даже в самых отдаленных и малочисленных населенных пунктах. Там строятся новые объекты социальной направленности – фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, досуговые клубы и детские спортивно-игровые площадки. Одна из последних таких площадок была открыта в хуторе Троицком Маевского сельского поселения. На часок убаюкай в стаку, на сурма обещал с тобой, без тебя я прожить не смогу. Открытие детской спортивно-игровой площадки для жителей хутора Троицкого стало настоящим праздником. Поздравить селян с таким замечательным событием приехали заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко и председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район, Романа Ивановича Сенеговского, от всей администрации, от совета района, поздравить вас с этим замечательным событием в хуторе, открытием спортивно-игровой площадки. Сегодня Роман Иванович говорит, что нужно стереть все грани, чтобы не было различий в социально-культурной сфере между городом и деревней. Как встретить различия, надо оснастить все наши, даже маленькие хутора, всеми предметами социально-культурного бритва и спортивным инвентарем и площадками. Хочу пожелать вам всем, прежде всего, крепкого здоровья, мирного неба, удачи. Пусть тут всегда слышится детский смех, радость. Всего вам доброго и с праздником, с открытием нашей детско-игровой площадки. Право перерезать красную ленту и официально открыть детскую площадку было доверено самым маленьким жителям хутора Троицкого. Ведь строилась она именно для них. С инициативой строительства площадки выступили сами жители. На открытие фельдшерско-акушерского пункта они обратились с этим вопросом к главе района. По поручению Романа Сенеговского были выделены средства и совместно с администрацией поселения площадка была построена. Она получилась компактной, но очень функциональной. Так что и детям, и взрослым жителям хутора Троицкого теперь будет где с пользой провести свой досуг. Это самые вообще любимые качели детей на всех детских площадках. А у нас их теперь две. Но раньше приходилось из-за них в город ездить, и всегда они были заняты. Вы представляете, они теперь будут заняты 24 часа в сутки. Ну и тренажеры для меня очень полезны. Я думаю, что скоро уже буду я приходить сюда очень часто, к тому же я рядом живу. Раньше на другой, другая площадка у нас тоже очень большая, на ней много тренажеров и качелей. И только далеко туда идти с маленьким. А теперь прям красота стала. Глава Маевского сельского поселения Андрей Дмитриченко пообещал, что на этом благоустройство не закончится. Площадка и дальше будет развиваться. Подъезд к ней заасфальтируют. По периметру для тени высадят деревья. И дополнят новыми игровыми формами и спортивными тренажерами. Мы построили парк, мы построили стадион, мы сделали беговые дорожки, мы построили спортивные площадки развлекательные. Конечно, хочется поблагодарить очень Романа Ивановича Сенегонского, который уделяет огромное внимание развитию и спорта, и площадок, и зон отдыха, и социальной сфере. Потому что эта площадка, это благодаря тоже ему. Жители как бы попросили, он откликнулся, выделил деньги. Ну, а мы своими силами немножко оккультурили, привели ее в порядок, и сейчас жители будут пользоваться. Открытие новой игровой площадки – это не единственное радостное событие для жителей хутора Троицкого. В августе здесь будут начаты работы по строительству тротуара. На участке протяженностью 1200 метров будет установлено 8 остановочных павильонов, сделано хорошее освещение. Добираться до школы и магазина станет безопасно. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».